По официальных дадзинах, все лета в Беларуси на пожарах в экосистемах загинули 5 человек. Первый зарегистрированный в нашем регионе, несчастный выпадок отбылся 18-го Саковика в Реческом районе. И еще несколько человек отримали опеки подчас пальвания растительных отходов. 30 марта это Калинковичский район. Также пенсионерка 51-го года рождения собирала прошлогоднюю сухую растительность у себя на привитательном участке. Однако из-за недосмотра огонь распространился по сухой растительности. Женщина пыталась ногами потушить возгорание сухой растительности с диагнозом термический ожог 2-3 степени, 25% тела, пострадавшая госпитализирована в учреждении здравоохранения. Аналогичный пожар произошел 1 апреля на территории Гомельского района, агрогородок Прибытки. Переважная большинство надзвучайных ситуаций у экосистемах отбывается по вине человека. Водой самый значный пожар в этом году зарегистрованный в Лельчицком районе, где сухая растительность сгорела на площадке 60 гектаров. Хоть назвать некие особливые проблемные районы Нельга, у сгорания отбываются усюды. Иншая справа, что там, где до наведения парадку относятся больше отказно, ситуация меньше складанная. За один только месяц, который проводится месячный благоустройство, у нас уже выявлено более 3000 объектов, на которых те или иные нарушения санитарного законодательства установлены в части благоустройства и содержания территории. И не все адекватно реагируют на те рекомендации, которые выдаются. И в 72 случаях были составлены протоколы об административном правонарушении. Это в отношении тех, кто неоднократно уже был уличен в подобных нарушениях, либо не выполнил установленный срок нашей требования. Особливая увага – ситуация в зоне отселения. На территории Беларуси пожара тут не зарегистровано. Что тычется приграничных районов, то одно сгорание на забруженных землях означено в Украине, але до изменения радиации на гафону и оно не привело. С метой измасснения контроля на проблемных территориях у Полескин заповеднику почалась реализация международного технического проекта. Будет размещена вышка, которая позволяет в автоматическом режиме обнаружить возгорание в природных экосистемах, ландшафтные пожары и, соответственно, передать информацию как белорусской стороне, так и украинской. Также на этой вышке установлен датчик, который фиксирует превышение радиационного фона. Будет установлен. С початком дождя ситуация с пожарами в экосистемах начала нормализоваться, до того же опадки сприяются больше худшему росту новой травы.